Проект планировки и межевания территории участка в местечке Авдотьино мэрия представила на суд публике. Речь шла о землях, ограниченных улицей 1-й Вишневой, городской чертой, новым направлением улицы 10-й Вишневой и улицы Интернациональной. В настоящее время там проживает 127 семей. В 2007 году город продал им с аукциона земли под строительство. И на этом все. Инженерные сети новоселы прокладывали за свой счет. В поселке нет освещения и дорог. Теперь город планирует выделить в этом месте участки 34 многодетным семьям. Полностью все коммуникации, которые сейчас существуют в поселке, от которых, я так понимаю, вы планируете подключать новые участки, то есть все выстроены жители. Все-таки у нас основной вопрос. Вот вы проектируете, а когда мы получим хоть какой-то результат? Когда мы поедем хотя бы засыпанные дороги? Мы не просим асфальтированные? Многодетные семьи мэрии обещают без инфраструктуры не оставить. Так что блага цивилизации могут перепасть и нынешним аборигенам. Инженерные сети предусматривается прокладка газопровода. Технической возможности подключиться к водопроводу нет. Поэтому предполагается, что водоснабжение будет предусмотрено от индивидуальных скважин. Дороги также предусмотрены районные значения. Магистральная дорога в этой истории – главное яблоко раздора. Жители против того, что под их окнами будет курсировать грузовой транспорт. Вот эта проектируемая дорога четырехполосная для транспорта. Насколько мне известно, от меня, от этого забора, проходит расстояние 50 сантиметров. Такое может быть? А проезжие чайдяной дороги не может проходить на расстоянии 50 сантиметров от вашего забора. Насколько вам известно, такие данные предоставлены на кадастровый учет. Вы так лежуете и так формируете. Все будет согласно стандартам. И ни на чей забор дорога заходить не будет, гарантирует главный архитектор города Наталья Петрова. Магистраль предусмотрена там уже давно. Проектом планировки мы не могли не усмотреть данных дорог, потому как данный проект планировки разрабатывался на основании положения генерального плана, утвержденного и согласованного в 2006 году, на основании положения правил землепользования и застройки, согласованных и утвержденных в 2008 году. В целом же договоренности достигнуть не удалось. Жители пришли к выводу, что проект составлен без выезда на место. И это вполне может быть. Архитектор Александра Демина, презентующая документ, не смогла внятно ответить ни на один вопрос. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.